В Хабаровском крае готовят профессиональных педагогов-мультипликаторов в Краевом детском центре «Созвездие». 25 учителей из разных районов учатся анимационному искусству у специалистов из Новосибирска. Интенсивный курс рассчитан на неделю. Итоговая работа — собственный мультфильм. После экзамена педагоги смогут делиться знаниями с детьми. Когда, расскажет Татьяна Репина. Камера, ноутбук и мультстанок — главные инструменты для создания авторского анимационного кино. В роли учеников — школьные учителя, педагоги детских центров и колледжей из районов. В поселках технического арсенала мало, а у хабаровских мультипликаторов-любителей не хватает практических знаний. Большинство из них изучает искусство анимации самостоятельно. Не можем руку развернуть до правильной плоскости, чтобы она выглядела естественней. Сейчас 25 начинающих мультипликаторов учатся в Краевом центре «Созвездие». Получается не все и не сразу. Помогает почувствовать плоскость и объемы педагог анимационной школы из Новосибирска. Трудно, вроде бы что-то новое, трудный материал. Все равно делают, непонятно, но все равно разбираются. У людей есть интерес в глазах, им хочется пробовать творить и идти дальше. Перед очными занятиями педагоги прошли теоретический онлайн-интенсив. Выполняли задания и изучали историю мультипликации. На курс попали не все. Половину заявок пришлось отсеять. Выбрали самых целеустремленных из Хабаровска, Амурска, Комсомольска, Советской гавани и Ванинского района. Можно сказать, это мультипликационный рай. Здесь создаются мультфильмы, реализуются мечты, фантазии. Мы здесь ненадолго возвращаемся в детство, ведь это здорово. Учитывая, что я не знакома с анимацией вообще была до этого, теперь я знаю, что такое перекладка. Я умею двигать фигурки и оживлять их на экране. То есть в неком роде я себя чувствую даже волшебником. Когда кадры прокручиваешь очень быстро, глаз не успевает заметить, получается вот такое вот волшебство. Алиса Филенко увлекается анимацией три года. На учебу в Центр созвездия приехала из Хабаровска. Говорить сложнее всего было быстро разобраться с новыми компьютерными программами. Но коллеги помогли. Сегодня Алиса Филенко сдаёт последний экзамен. Собирает сцену для финального общего фильма «Сплетни из учительской» с профессиональной иронией. Основан он на анекдоте, как учительница поймала золотую рыбку и попросила, чтобы учительница заполнила документацию. В итоге рыбка не выдержала и сказала «жарь». В Хабаровском крае в этом году правительство решило создать анимационный кластер. В августе организовали летнюю школу анимации для подростков и детскую смену в Краевом детском центре созвездия. Пригласили коллег из Москвы. Мультипликаторов самой известной отечественной студии «Союзмультфильм». Главная цель – вырастить собственных педагогов-мультипликаторов и начать большое производство. По миллиметрику передвигаю папин корпус и папины ноги. А здесь я фотографирую. Чтобы освоить профессию мультипликатора, ученики занимаются по шесть часов каждый день. После курсов педагоги вернутся домой, делиться знаниями с остальными. Для этого в 2022 году в Хабаровском крае появится еще 15 новых студий.